Дорогие друзья, добрый день! Сегодня буквально на несколько минут решила с вами поговорить о том, что такое трансфер. Часто вы можете услышать, когда покупаете тур, что трансфер входит в стоимость путевки. Обычно это менеджер говорит или у туроператора прописано. Так вот, это средство перемещения вашего из аэропорта до отеля, либо на экскурсию, и обычно из себя представляет автобус. Это групповой трансфер. Но бывает индивидуальный трансфер, когда за вами приезжает машина, либо микроавтобус за двумя семьями или за одной семьей, к примеру, как в Стамбуле. Сразу могу по стоимости вам рассказывать. Если вы прилетели в аэропорт Стамбула и хотите индивидуальный трансфер, это где-то 70 долларов за микроавтобус, если вы едете в центр Стамбула. Так, что хочу еще рассказать. Они бывают, значит, групповые, индивидуальные. Я сказала, групповые, это когда вас едет 40-50 человек, вот неопланы, да, эти автобусы. Ну, обычно это в Турции, хотя в любой, конечно, другой стране это тоже бывает. И, например, рассмотрим еще такой трансфер, как Мальдивы. Там бывает и лодка скоростная, да, что-то типа катера, и гидроплан, когда вы можете минут 40 лететь из аэропорта, получается, внутренним рейсом до отеля. Хотя внутренний рейс на Мальдивах обозначает другое, это и на самом деле внутренний рейс. Ну, я пытаюсь такой термин использовать, чтобы для вас более-менее понятно было, что когда вы прилетаете из Москвы до Мали, это один международный рейс. И потом еще таким, как частным самолетиком, вертолетиком, не знаю, как объяснить, гидроплан. Я, кстати, фото сюда прикреплю, как я летела на Мальдивах, и это тоже называется трансфером. А есть скоростная лодка, тоже, кстати, прикреплю сюда фотографию. Что еще? Также трансфер бывает, например, из регионов в аэропорт города Москвы. Например, я нахожусь в городе Ярославле, и для наших туристов есть услуга трансфера. Но мы сами не трансферная компания, мы только следим за качеством, но какие тоже они бывают. Бывает, например, легковая машина, которая на сегодняшний день стоит 4,5 тысячи рублей за машину. Бывает микроавтобус, который сегодня стоит 6,5 тысяч рублей за микроавтобус. Вы можете хоть один человек ехать, хоть семья, да, до семи человек в микроавтобусе и платите только за микроавтобус. И бывает групповой. Так вот, групповые, они тоже бывают разного качества. Бывает, когда какие-то микроавтобусы перевозят рабочих. К примеру, там, не знаю, из Таджикистана, да, людей, которые работают на стройке. Он вот такой стоит полторы тысячи семьсот рублей. Мы стараемся такие не продавать. Но если люди хотят, конечно, мы можем билет продать. И есть по две тысячи рублей. Это комфортабельные новые микроавтобусы с нормальными водителями. Вот что по стоимости. Это если из региона мы едем групповым трансфером, групповой. Что значит, вы можете один, два человека или семьей ехать и с чужими людьми. Но обычно, если у вас семья четыре человека, то, конечно, вам выгоднее даже взять индивидуальную машину, потому что групповой восемь тысяч на четверых получится. Это что по трансферам, если мы едем в город Москву. Ну вот сегодня буквально такое небольшое видео. Пыталась рассказать более понятным языком, да, что это такое, чтобы вы понимали. Если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Я постараюсь более подробно либо видео записать, либо ответить. Все счастливо. До встречи в следующих видео. Пока.